И снова доброе утро, уважаемые телезрители. Сейчас у нас рубрика «Ваша любимая. Званые гости». Сегодня в гостях у нас руководитель общественного объединения «Мир нашими глазами» Султан Галиева Дана Бекбалатовна, а также один из учредителей Грачева Анна Гимнадьевна. Доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение? Как настрой? Не жило бы отставать так рано? Нет, зарядка, кофе. Замечательно, замечательно. Говоря о «Мир нашими глазами», как, в принципе, возникла идея создания объединения «Мира нашими глазами»? Идея возникла вообще очень внезапно. Я даже не думала, что будет общественное объединение новое какое-то. Я сама работала в казахском обществе слепых и о внутренней работе общественных объединений как бы знала. Я посещала семинар, который проходил в общественном объединении «Надежда Омут». Наверное, знаете тоже. Угу. Слышали. Проводила его, этот семинар, Куликов Алексей. И после одного из семинаров подошел вот к нам Диссюхали Султанович. Я была тоже не одна. С Аббаса Ватунзала со мной вместе была тоже. У него проблемы со зрением. И она хотела быть преподавателем, преподавать детям и взрослым читать и писать шрифтом Брайля. И Диссюхали Султанович подошел, сказал, почему бы вам не скоперироваться и не открыть свое молодежное общественное объединение, чтобы оно работало и чтобы вот Тунзала тоже работала там. У вас как бы такая команда. Я говорю, у нас не только двое, а нас много. Поэтому мы решили потихонечку, потихонечку. Они сказали, мы вас поддержим. И решили действительно, может быть, нам попробовать. И вот попробовали. Вот что вышло. Мы уже работаем, получается, три года нам будет в декабре. Думаю, работаем продуктивно. Люди идут к нам. В этом году мы начали только принимать в членство. И люди с радостью к нам приходят. А вот какие ключевые направления работы вашего объединения? Может, какие-то есть программы, проекты внутренние, которые вы реализуете для поддержки? Да, конечно. Мы работаем по проекту уже второй год. При финансировании отдела координации занятости социальных программ города Кустанай. Мы предоставляем услуги по обучению незрячих и слабовидящих людей. В нашем объединении проходят курсы различные, такие как обучение английского, казахского языков, цифровая грамотность, ориентир на местности, обучение письмо и чтение по системе Брайля, шашки, тугус-кумалак. Бытовое самообслуживание – это одно из самых посещаемых и любимых занятий вашими членами общественного объединения. Также ведет прием психолог и консультацию юриста можно получить. Отлично. А вот как вы подбираете, разрабатываете мероприятия? Может быть, да, мероприятия, активность для участников было бы интересно послушать. На что обращать стоит внимание при работе? Ну, мероприятия мы проводим, делаем такие мини-опросы, кто что хотел бы увидеть в нашем общественном объединении, где бы поучаствовать, что в приоритете вообще у человека. Вот Аня у нас и еще ребята, они непосредственно обзванивают людей, делают мини-опросы, разговаривают. Потому что человека, чтобы вывести из зоны комфорта, так скажем, это нужна большая работа, психологическая работа. Так вот, как мы с Аней уже работали в Казахском обществе слепых, у нас навыки есть. У нас была группа своя, с которой мы работали, которых приглашали тоже в Казахское общество слепых. Сейчас мы приглашаем вот и наше общественное объединение. Ну, я думаю, чем больше активных общественных объединений, тем лучше для лиц с инвалидностью. Где-то они в одном обществе находят объединение, что-то одно направление, в другом другое. Поэтому почему бы и нет, я думаю. Так как мы уже, говорю еще раз, проводим опросы, мы уже знаем, что кому-то, например, нравится спорт. Мы приглашаем в спорт, разные направления по спорту. Кому-то просто нужно душевно поговорить. Тогда мы приглашаем к нам на чашечку чая, на чашечку кофе, так скажем. Да, у нас в объединении очень теплая, дружеская, можно сказать, домашняя атмосфера. Просто это как бы семья, да, мир нашими глазами, это просто семья. Да, это большая семья, да. Вот говоря о спорте, вот вы занимались, да, какими-то видами спорта. Вот вы, Анна? Да, я параспортсменка, паралыжными гонками вид спорта занимаюсь. Замечательно, и вы тоже, да, каким-то спортом занимались. Паразитно, да. Отлично. Говоря о деятельности объединения, какие самые большие достижения у вашего объединения за время его существования? Вот можете, вы вспомните, что для вас было такое более знаковое? Ну, самое знаковое, конечно, это выиграть вот этот проект, к которому мы шли. Этим проектом мы обучаем людей, чтобы вот те люди, которые сидят дома, думают, что жизнь закончилась тем, что они не видят все яркие краски этого мира. Думают, что все, жизнь закончена, она уже такая темная, тусклая. Ничего неинтересно. Да, ничего неинтересно. И этим проектом мы хотим научить их читать, писать. Вот, Анна говорила, цифровая грамотность. Получается, мы в телефоне делаем все то же самое, что и зрячий человек. Ну, только на случай. Все, поняла. Да, поэтому можно пользоваться всем. Вот, как говорила у нас Галина, что вот с тростью мы ходим, это моя подружка. Поэтому, вот, нужно научить человека, чтобы он пользовался тростью. Они стесняются. Я тоже изначально стеснялась заходить с тростью. Для меня казалось, что ну что я, как с тростью, как на меня все будут смотреть. А сейчас я спокойно, я вызываю сама Яндекс, сама сажусь в этот Яндекс, так как уже в Яндексе написано, что я лицо с инвалидностью. Там есть такая опция. И уже таксист выходит, меня ищет с тросточкой. Встречает, да? Сажает и провожает. Как бы это очень удобно. Вот все адаптировано в каждое приложение, адаптировано от каждого. Да, да, да. И нужно не бояться этим воспользоваться. Вот бытовое самообслуживание, человек, например, чтобы научился готовить, шить где-то, подшить что-то, гладить, тоже немаловажно, чтобы опрятно ходить. Отлично. Вот вы затрагивали, вместе затрагивали такую тему, как психология. Хотелось бы от вас услышать, какую роль играет социальная и психологическая как раз-таки поддержка, работа с людьми с ограниченными возможностями. Ну, это самое важное, я думаю, когда человек закрыт, и он, как ежик, нужно с ним все это проработать, чтобы он немножко открылся, потому что он сразу не придет. А, ну давайте я приду. Нужно с ним это все прорабатывать. Конечно, люди все разные. Кто-то теряет зрение и закрывается в себе, ничего неинтересно, ему сидит дома, с такими тяжелее, конечно. А многие быстрее переживают эту ситуацию, как-то выходят из этого состояния и живут активной жизнью. И снова доброе утро, уважаемые телезрители. Напоминаем о сегодня в гостях Сунфангалиева Данна Бекбалатовна и Грачева Анна Геннадьевна, руководители общественного объединения «Мир нашими глазами». Вот хотелось бы спросить про формы поддержки и реабилитации. Предлагали вы своим подопечным? Вообще хочу сказать вот насчет реабилитационного центра. Вообще реабилитационного центра для незрячих и слабовидящих в Казахстане вообще нет. Когда я попала в 2017 году в Казахстане слепых, меня пригласили в такой реабилитационный центр, который был в Каскелине. Но до меня очередь не дошла, так как его уже закрыли. Сейчас такого реабилитационного центра нет, куда человек, потерявший зрение, мог бы поехать и обучиться всему. Из-за этого мы открыли мини-реабилитационный центр, хочу сказать. Мини-центр такой, где люди приходят и этому всему обучаются. Но люди, которые остаются в селах, в отдаленных местах, конечно, они не смогут посещать эти дневные курсы наши. Хотелось бы, большая мечта, конечно, наша, сделать такой реабилитационный центр. Большой. Большой, да, на весь Казахстан, чтобы он был республиканского значения. А замечательно. Огромная мечта, прям, это предел мечтаний, наверное, моих. Основная цель. Основная цель, да. А как вы вовлекаете общественность и партнеров в деятельность вашего объединения? Ну... Может, какая-то необходимая помощь? Хочу сказать, небольшие спонсоры у нас есть, которые помогают, да. Мы проводили благотворительную елку для детей. Есть у нас школа, где тоже детки с ограниченными возможностями. И для 50 человек было деток. Мы это мероприятие проводили во Дворце пионеров. Вообще, очень здоровское прошло мероприятие. Нам помогали с подарками, помогали аниматоры тоже, фокусник был. Это все они на бесплатной основе. И вот такие мероприятия мы вот и на 1 июня проводили там же. И для своих членов общественного объединения, для их деток тоже проводим. Вот сейчас у нас мы готовимся к дороге к школе. Поэтому тоже хотелось бы, чтобы помощь была для наших деток. Так как родители, лица с инвалидностью, все равно это очень тяжело. Собрать детей по нынешним ценам, собрать детей в школу очень трудно, конечно. А вот какие-то, может, какие важные уроки вы извлекли, работы с людьми с ограниченными возможностями? Вот Дана Бекбалатовна, Анна Геннадьевна, какие у вас были важные уроки вы извлекли с работой, с людьми, которые могли бы быть полезны другим? Они на самом деле же, как вы говорите, боятся. И вы даете им толчок, чтобы раскрываться в полной мере, так? Да, да, да. Уроки, конечно, извлекаем с каждого человека, потому что каждый, я говорю, разный, индивидуален. Поэтому подход нужен к каждому разный. Где-то нужно быть, может быть, построже, где-то сказать так, ну-ка, вставай, пошли. А кому-то нужно наоборот. Покумать в ней. Да, да, да. Отлично. Может быть, немножко обманным путем завлечь, а потом уже поймет. Каждому свой подход. Да, да. Отлично. И вот хотелось бы узнать, вот всегда спрашиваю про вдохновение, что лично вот вас вдохновляет на работу в этом направлении? Какие-то моменты вашей деятельности или это вы услышали, узнали? Ну, вдохновляют, конечно, это люди, когда приходят и достигли уже чего-то. Вот у нас ребята, вот я даже скажу, вот про Тунзалу Абасову, с которым мы начинали. Сейчас она работает, обучает, у неё глаза горят, например, что она педагог уже, не просто лицо с инвалидностью. Она, например, отучилась 4 года преподавателем. А сейчас она работает так же, как обычные люди, здоровые. Поэтому это ведь очень хорошо, у неё есть смысл жизни, куда утром встать и пойти. Чувствовать себя нужной и полезной. Да, да. Вот вас вдохновляют люди, которые приходят, а также вот вы как-то говорили о том, что кто-то вас ещё вдохновляет, люди, которые где-то вы услышали. Для меня, конечно, большой пример был, когда ещё не было ни общественного объединения, когда я была вот тоже зажатая такая, думала, как жить дальше, как вообще быть с этим, как жить с этим. Я увидела передачу про Ника Вучича, человек без рук, без ног, но он и прыгает с парашюта, и плавает, и он так любит жизнь. И в этой передаче была девушка, которая в переходе играла на саксофоне, и у неё собака-поводырь. Когда он её увидел, он настолько расплакался, растрогался, он говорит, я понимаю, как жить без рук, без ног, но как жить без зрения, я вообще не понимаю. И он говорит, давайте я вас всех обниму, хотя у него нет рук. Он настолько вот такой позитивный. И я, посмотрев на это всё, прослушав, сказал, почему я плачу, почему мне нужно, у меня есть руки, ноги, вперёд. Отлично. Вот, Анна Геннадьевна, что вас вдохновляет? Может, тоже кто-то есть из людей знаковых, которые тоже дали вам такой толчок? Меня вдохновляет семья. Отлично. Вот, да, у всех, да, это важно. Конечно, семья, это небольшая поддержка. Мой ребёнок, моя мама. Мне хочется что-то делать, я не могу вообще сидеть на месте. И когда чувствуешь, что ты нужен, что ты действительно помогаешь кому-то, хочется дальше продолжать своё дело. Отлично. Вот у меня ещё один вопрос последний. Что бы вы хотели, могли бы сказать людям, которые только вот начинают работу в сфере поддержки людей с ограниченными возможностями? Какие-то, может, дать советы, кто-то, может, реально тоже, многих людей знаю, которые тоже к этому стремятся, чтобы открыть? Ну, самое главное, это работать с чистым сердцем. Каждого проблему нужно вникнуть, каждого человека. Работать в команде слаженно. Вот у нас действительно команда очень сплочённая. Да, главное, вместе собраться в один, и тогда всё получится. Да, вместе мы сила, как говорится. Да, совершенно верно. Поэтому вперёд, только вперёд пожелаю. Всё. Не бояться. Отлично. А вот вы, Анна Геннадьевна, что можете дать на пустующие слова? Я бы хотела сказать людям с инвалидностью, чтобы не засиживались дома, чтобы выходили и приходили к нам, заряжались позитивом. Это, можно сказать, и мотивация также посмотреть на наших успешных членов общественного объединения. У нас много талантов, творческие люди поют, стихи читают, спортсменов также очень много в параспорте. Каждый человек, по сути, талантлив. Нужно просто этот талант развить. Да, да. У каждого скрыт талант. Да, да. Нет того, что человек ничего не умеет. Я согласна с этим. Нет ничего невозможного. Всё в наших руках, всё в наших силах. Да, совершенно верно. Главное хотеть, главное желание что-то делать, к чему-то стремиться и просто жить.